МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 4 июня 92-го года Верховный Совет России принял закон о создании Ингушской Республики, который предусматривает демаркацию границ Северной Осетии на основе закона о реабилитации репрессированных народов. Критериальная реабилитация должна повлечь за собой возвращение ингушам пригородного района, отошедшего к Северной Осетии после их выселения в 44-м году. Закон принят, но реализация его будет непростой. Слишком много исторических нитей сплелось в тугой узел на правобережье Терека, там, где раскинулся пригородный район. В 1784 году вблизи ингушского селения Заур-Юрт была возведена крепость Владикавказ, своеобразный северокавказский Вавилон, где российскими властями был припасен икнутый пряник для осетин, ингушей, казаков, армян, греков, евреев. С 1924 по 1933 год Владикавказ Орджоникидзе управлял Северо-Осетинской, ингушской автономными областями и Сунжинским автономным округом. В 1933 году правобережную часть Владикавказа, в которой проживало 30 тысяч ингушей, передали Северо-Осетинской АССР. В 1944 году ингушей репрессировали. В 1957 году ингуши стали возвращаться на свои земли, но их зачастую даже не пускали в родные села, на порог собственного дома. Но люди все равно возвращались, несмотря на постановление Совета Министров СССР об ограничении прописки и покупки домов в пригородном районе. Несколько тысяч ингушей годами живут здесь без прописки. По приблизительным данным, на исторической территории пригородного района проживает 60% ингушей. И хотя запрет на прописку отменен, люди до сих пор не могут получить ни штамп в паспорт, ни гражданские права. Осетинская сторона настаивает, чтобы ей передали адекватные вооружения. И ТАРТАС сообщает, что жители Санвали отправились в распад. Как жить, не имея своей родины, своего родного языка? Мы же такая же нация, как любая другая. Мы не имеем ни научных учреждений, ни учебных учреждений, ни своей газеты, ни телевидения, ни радио. Ингушский народ сегодня повис в воздухе, поделенный пополам, между Чечной и Осетией. Почему нас разъявили? Почему, значит, в угоду сталинистам, Сталину, значит, до сих пор этот беспредел идет в отношении ингушского народа? Когда кончится беспредел? Когда кончится Вторая мировая война для ингушского народа? Когда кончится геноцид для ингушского народа, который начался еще в 1934 году? Мы против рядового Осетина ничего не имеем. Пускай живут, как жили, так и мы будем жить. Здесь хватит места и для Осетина, и для русского, и для Арменина, и для грузина. Эта земля способна прокормить многих, если будем жить дружно. Но, ведь юрисдикция должна быть ингушская, для того, чтобы мы имели то, что я говорил, значит, культуру, науку, производство и так далее. Почему? Вот нет три пугая, знаете, если ингушам отдать их неприликный район, будет гажанская война, будет резня, да никакой резни не будет. Это все пугает, это блеф. Не надо приховать осетинскому руководству, никакой войны не будет. Ни осетин, ни ингуш, никто не хочет умирать. Но есть же три района, которые явно будут ингушские. Да, но, а мне что, холодно и жалко, что там будет. Меня СССР совершенно не волнует. Мне не нужна такая республика из трех районов. Мне нужна республика из четырех районов, и чтобы мой район, пригородный район, который был ингушский, чтобы он был ингушский, под юридикцией ингушетии. Эта большая ингушская семья вернулась в пригородный район из Казахстана, из ссылки. Старики, покинувшие свои дома еще в юности, смогли посмотреть на них лишь издали. Эти люди купили дом, но живут без прописки, не имея работы, не получая талонов на питание, не имея возможности получить медицинскую помощь. Часть семьи до сих пор живет в Казахстане. Я опять поехала туда, вот недавно была. То идут, они драться толпом. То они идут. Вот такое положение. Ни сладки нам нигде. Ни тут, ни там. Там, говорят, на родине лежаете, а тут, говорят, что вы ищете, тут что приехать. И вот даже вот дети из школы, и то они же говорят, что вы ищете отцовский предше. Ваша родина не здесь, там живите, где вы жили. Тамара, а скажите, а почему вы так поздно вернулись, только в 88-м году? Потому что нам негде было. Когда приехали, я остаюсь, я поживаю. Я думаю, зачем я приехала сюда жить, и лучше бы где родители хоронила, там бы я осталась. А вы там похоронили родители? Всех-то я там хоронила. Я на Казах не обижаю. Я не могу, не здорово, не дали их, не век, но потому что они меня воспитают. Сколько можно над нами издеваться? Это же ни день, ни два, ни годи продолжать. Ну, старики отмучаются, а я день, молодежь, дети еще. Слышно так же? Ну, а вы себя считаете как? Кто вы? Граждане чего? Россия, Казахстан, Ингушетия? А вот это мы еще не определились. Неизвестно, куда и что. У Чечену своя республика, у Ассетин своя. Везде у всех все определились, а мы вот не знаем, куда примкнуть нам. В России, да. Мы же и референдум проводили, и президент выбирали, думали, что у нас президент один из России будет. А ничего нету, ничего не решает. У меня вопрос к ребятам. Вот здесь стоит Ассетин. Это ваш друг? Да. Ну, а как вот взрослые вроде бы Ассетины с Ингушами ругаются, а вы с ними ругаете. Почему? Ну, маленький. А когда большой будет? Не знаю. Вот подойди сюда, иди сюда. Я слушаю. Тебе что-нибудь плохое Ингуш сделал где-нибудь? Кто мне что сделал, это я знаю. Я знаю, кто лично я знаю. Мы тоже лично знаем. Кто этот дом взорвал, тоже знаем. Но молчи. Ну, кто я сделал? Ты мне скажи, кто. Я его не знаю лично. Давай, Ассетины, амстри. Ассетины говорят, что ты взорвал. Ну, я не знаю. Ингушите говорят. Не вежели я себе враг? Ты пойми, вот ты. Ну, я тебе говорю. Я же не говорю. Ассетины говорят. Я тебе почем купил, потом продаю. Между осетинами и ингушами немало различий. Их языки принадлежат к различным языковым группам. Они исповедуют разные религии. Отличаются друг от друга и темпераментом. Ингуши – народ более горячий, категоричный. Осетины – спокойнее, мягче. Да и судьбы у этих народов в годы советской власти складывались непохожи. Однако ни на той, ни на другой нации не может лежать клеймо проклятия за грехи не лучших их представителей. Наша печальная история знает немало примеров того, как волею одного человека шельмовались и обманывались миллионы. Большинство осетин, проживающих ныне на исторической территории пригородного района, выходцы из Южной Осетии. Часть из них, выпустевшие ингушские дома, приехала добровольно. Часть – повинуясь приказу. Село Сунджа. 17-19 век. Ингушское село Ахки-Юрт. Затем – казачья станица. После революции и депортации казаков здесь вновь поселились ингуши. После депортации ингушей село стало осетинским. В основном молодежь родились здесь. Это считается их родиной. Куда они могут пойти, скажите, пожалуйста. Что они могут нам предложить? Это наше село, это наша родина. А что здесь, к какому ингушу мы можем освободить дом, когда их дом они... Они были плетеные, старые дома, саманные. Они все развалились давно. Вот пускай приходят от ингуши, скажут, что это мой дом, а этот дом построен. Нету такого. Это все построено с 44-го года по сегодняшний день. Скажите, а если такое решение все-таки будет принято, и этот район передадут ингушам, сумеете... Однозначно передать ингушам, что ни один человек отсюда шаг не сделает. Ни один человек. И тогда вы не подчинитесь Москве? А Москва, если несправильное решение будет в Москве, тоже неправильно. Это не могли так решить вопрос. Но это же война. Ну а что теперь делать? Куда нам идти? Пускай Москва нам скажет, куда нам идти, что нам делать. Притом, значит, мы уже давно здесь живем, 44-го года. Теперь, значит, еще беженцы сюда, к нам приехало около 3000 населения душ. Куда их девать? Добрый день. Вот вы живете в казачьем доме. Говорят, что есть такой вариант, что здесь будет казачий округ национальный. Как вы к этому относитесь? Никак. Нормально. Ну, придет какой-то казак и скажет, что вот у меня есть документы, что это мой дом был или моих предков. Вы им дома ступите? Конечно, нет. Это невозможно вообще. Пришел кто-то и говорит, давайте наш дом и так далее, и все. Что это значит? По-вашему, нормально? Ну, если у него будут документы, если он докажет исторически, что это его предки строили этот дом. Ну, мы же тоже его купили. Вы же должны понимать нас. Ну, а если ССР примет решение вернуть сюда ингушей? Ты согласен жить в Ингушской республике? Я вообще-то не согласен. С ингушами жить. А в Ингушской республике? Нет. Будет война, и все. Вот вы говорите, кто-то придет и скажет, что это наш дом и так далее. Что нам делать? Ничего нормального не будет. Есть еще люди, которые могут разобраться в этих вопросах. Пусть не осетинские ученые, пусть не ингушские ученые, пусть не казачьи ученые, а нейтральные ученые возьмут исторические документы и правду скажут, кто где когда жил, кто сколько прожил на данной территории, и кто в чем виноват перед этим народом. Ну, что должно быть для нас критерием? Вот как вам кажется, Российская империя, Советский Союз, прошлая эра, начало христианства, что может сейчас быть критерием для того, чтобы определить, кто где проживал? Я не только из того, что сейчас есть реальность, но исторически народ, который проживал на данной территории, одно-два поколения, он имеет право считать эту родину своей. Казаки считают свою родину, станицу Тарскую, ингуши называют Тарскую ангушты, сердцем ингушетии. Слово ингуши пошло от ангушт. Осетины отстаивают свои права на эти земли. Написаны тома исторических трудов, сотни статей, доказывающих приоритетные права на эти территории той или иной нации. Историки не разобрались и не договорились. В спор вступили политики. И разрешать исторический спор, как часто бывает, предоставили человеку с ружьем. Село Ангушты-Тарское с двух сторон заблокировано прибывшим 12 дней назад Нижегородским полком дивизии быстрого реагирования. Село Ангушты-Тарского района Продолжение следует... Село Ангушты-Тарского района у вас есть среди ингушей друзья есть вот это рядом вообще там ингуши здесь ингуши друзья соседи а у вас есть среди осетин друзья я же работаю вместе с ними много лет уже а вот вы без москвы между собой договориться не можете я считаю что старшины ну старики и договорились бы раз воле судьбы они сюда попали когда-то нас выселяли они тоже не виноваты раз они поле судьбы попали сюда жить вы согласны жить в ингушетии хорошо и плохо ход ингуши от осетии ход татар и ход грузин как никак какой разница еще большая проблема это из-за того что вот эти беженцы с южной осетии из-за этого тоже большая проблема встала вот если бы этой проблемы не было мне кажется то просто давно решился бы и вместе мы могли жить жить мирно иметь друзей добрых соседей хотят наверное все какая же злая сила ожесточает людей друг против друга отталкивает народы лишает их родины кого винить в бедах изгоняемых или изгнанных беженцы из южной осетии и грузии они оказались не совсем желанными гостями в северной осетии по всей республике их число доходит до 100 тысяч между северными осетинами и беженцами вспыхивают конфликты коренные жители обвиняют к ударцев как они называют юга осетин в резком взлете преступности высугубление экономических проблем в пригородном районе беженцев десятки тысяч они живут в аварийных помещениях санаториях школах большинство из них безработные да и здесь им неуютно ведь пригородный район спорная территория у вас нет претензии к руководству северной осетии но зачем вот в это спорное место в с места на котором опять может политься кровь селят беженцев которые уже один раз пережили а что они может ничего без помощи правительства россию наши правительства ничего не может как будущее для ваших детей скажите вот в чем вы видите будущее ваших я абсолютно ничего не вижу я не думаю есть и ждем каждый минут или смерть смерть больше ничего не ждем абсолютно ты скажи полтора года здесь живем кухна нету кухна чем изготовлять работу вам обещают закрывается весь завод и а кто обещает еще непонятно сейчас везде сокращение откуда сокращает и закрывает а чем жить непонятно весь кавказ ели это все наши предки жили земля значит тогда я сомневаюсь как это можно сказать они говорят наши земля грузины говорят наши земли а где наши земли а где мы нам жить скажите пожалуйста мы туда поедем не допускайте вот такой возможности вот здесь объявляет сенгурская республика но у вас оставляют здесь жить здесь а вы как думаете как нам грузины так они зелят нас здесь оставляют вы как думаете если помириться помириться вот по путем по переговорам или по хорошему это никогда не получится вариант нету такой один раз и стук столкнуты друг другу нацию кто побеждает там остается и той земли этой земли все остальные выход нету я это знаю не здесь не москве нигде нету нас все власть был пока сталин бы и дай бог еще еще лучше пожить брежне леонид ильич пусть он еще жили еще лучше бичем это негодяя вообще но начальники наши и над и ваши и наши российский парламент принял исторический закон о реабилитации репрессированных народов но репрессии продолжаются мне все здесь зависит от российского руководства народы нации политические партии да просто семьи продолжают репрессии по отношению друг другу одни политики заявляют что все решат путем переговоров и тут же создают гвардии отряда самообороны другие ищут союзников тут же предают и третье призывают к исполнению законов и сами их нарушают а страдают простые люди вечные переселенцы сегодня у ингушей праздник они празднуют реабилитацию своей родины и верят что закон дает им право жить и радоваться но для кого то этот закон ущемление прав нарушение привычного уклада жизни кто разберется в этом споре опять человек с ружьем а 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 Продолжение следует...